И наша сегодняшняя тема посвящена Чехову. Чехов писатель, о котором все исследователи говорят, что он никогда не ходил в храм и будто бы был далек от религии. Если вы прочитаете такой вот очень неофитский труд Дунаева по поводу Чехова, ну и вообще по поводу русской литературы, то там он Чехова страшно ругает, говорит, что Чехов это человек, который религией не интересовался, которому это все было совершенно не нужно. Но Дунаев, конечно же, не разбирает, по какой именно причине Чехов религией не интересовался. А Чехов жил в доме подобно Киплингу. Киплинг говорил о своем доме детства, что он был в нем паршивое овцо. И даже у него есть такой рассказ «Ме паршивая овца». И точно так же жил и Чехов. Это был действительно холодный дом, или, пользуясь выражением Бернарда Шоу, дом, где разбиваются сердца. Чехов родился в 1860 году. Это был самый-самый расцвет синоидального периода, синоидальной эпохи, очень мрачной эпохи, который характеризуется просто немыслимым таким вот забвением всего того, чем христианство высоко и важно. Буквально вот сегодня один редактор говорит, вот вы ругайте наш канал на Ютубе, вы смотрели у нас хотя бы одно видео. И я вспомнил Булгакова и говорю, нет, зачем же мне смотреть, что я другие видео не смотрел. И действительно, знаете, вот эта вот сухость, вот эта вот мертвость, которой так много, всегда во всем фарисействе, в формализме, в ложности, эта сухость всегда сразу видна. Она видна в названии, она видна в лицах, в выражениях лица, в позах, во всем. Она видна даже в том, как человек сидит. Посмотрите, как формалисты сидят несвободно. Вот вспомните, допустим, советскую эпоху, как люди были зажаты даже на уровне тел. И такой вот человек, который побывал в Советском Союзе и в Москве, как Джон Стейнбек говорит, что особенно в Москве все ходят, понурив голову, все ходят, вжавшись головой в плечи и не расправляясь никогда. Кстати, вот помните, как ходили те же начальники, разнообразные партийные. Они так ходили и так сидели на своих партсобраниях, что казалось, что они вообще не могут шевелиться. Их движения были смешные. По этому поводу, кстати, есть у Георгия Иванова такие строчки. «Какие отвратительные рожи, кривые рты, нелепые тела». И вот эта вот нелепость тела, она очень выражается во всем формализме. И этот формализм он пронизывал. Пронизывал всю эпоху синаидальную и мучил всех тонких людей. И поэтому, когда говорят, что Чехов не ходил в храм, да, это правда, но никто не говорит, что этому предшествовало и что ему пришлось испытать. У Чехова был старший брат Александр. Вот смотрите, что он пишет по поводу своей родной семьи. Первую половину дня мы, братья, проводили в гимназии, а вторую до поздней ночи обязаны были торговать в лавке по очереди, а иногда и оба вместе. В лавке же мы должны были и готовить уроки, что было очень неудобно, потому что приходилось постоянно отвлекаться, а зимой, кроме того, было и холодно. Руки и ноги коченели, и никакая латынь не лезла в голову. Вот почему мы ненавидели нашу кормилицу лавку и желали ей провалиться в преисподнюю. Особенно обидно бывало во время каникул. Все наши товарищи отдыхали и разгуливали, а для нас наступала каторга. Мы должны были торчать безвыходно в лавке с 5 часов утра до полуночи. Очень знакомая картина для всех, кто испытал семейные истязания, кто испытал абсолютное неуважение к личности. Но в семье Чехова отец был не просто деспотичен, а он еще и подчеркивал необходимость своей деспотичности православием и утверждал, что так и должно быть. Нужно сразу сказать, что вот эти моменты, на которые в Ветхом Завете любили ссылаться, точнее, в Ветхозаветные моменты, на которые любили ссылаться в синодальную эпоху, что поздравляешь розгу и испортишь ребенка, сокруши ребра своему сыну, они относились, во-первых, не только к юношеству, а во-вторых, они неправильно у нас переведены, причем этот перевод намеренно неправилен, и в оригинале там вовсе нет того, что побей кого-то. Там совершенно другой смысл, но, скажем так, наши специалисты по воспитанию, которые переводили Библию, Ветхий Завет в 19 веке, они перевели вот таким вот совершенно диким образом, будто бы Ветхий Завет полон призывов бить. Это на самом деле не так. И у Чехова был еще и младший брат Михаил, который также очень-очень с трудом все это переносил, мучился в этой лавке, мучился в этом доме, и при этом всех братьев постоянно отец таскал на клирос, таскал на службу, и сделал все, чтобы они эту службу возненавидели, потому что, когда маленького ребенка заставляют сурово поститься, и рано утром, часов в 5 утра гонят на службу, которая может длиться и 5 часов, потому что, скажем так, недостаток понимания в РПЦ всегда компенсировали вот этими вот сверхдолгими ненормальными службами, которые просто невозможно не выстоять, не высидеть. И, конечно, дети просто службу возненавидели. Сам Чехов с болью всегда вспоминал об этих годах, но он одновременно их и скрывал. И вы знаете, что психологически этот факт означает то, что он просто не мог вернуться к этой теме. Чехов как будто скрывал от посторонних глаз вообще всю память о детских и юношеских годах, и иногда вот только редко говорил вообще о власти взрослых над детьми, о детских несчастьях, о том, как детям приходится нелегко в деспотичных семьях. Однажды Чехов увидел, как старший брат, то есть Александр, очень деспотично обращается с домашними и сказал ему следующее, эти слова сохранились. Деспотизм и ложь исковеркали наше с тобой детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать. Вспомнить те ужасы, отвращения, какие мы чувствовали в то время, когда отец за обедом поднимал бунт из-за пересоленного супа и ругал мать дурой. Отец теперь никак не может простить себе всего этого. И, кстати, вот еще в одном письме Чехов пишет брату. Детство отравлено у нас ужасами. То есть для всех братьев это религиозное деспотичное воспитание, которое будто бы основывалось на Библии, а на самом деле основывалось просто на средневековых порядках домостроевских, было чудовищным и ужасающим. И оно отбивало всякое желание быть в церкви. И сейчас есть много людей, которых я знаю, которых воспитывали в таких деспотичных семьях, особенно вот родители, которые пришли к церкви в 90-е годы, и они так сломали своих детей, что дети и сейчас желать ничего не хотят слышать, ни про церковь, ни про храм, ни про что такое. Чехов пишет в одном из своих писем следующее, совершенно страшное письмо, я вам его прочту. «Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание, с церковным пением, с чтением апостола, экофизм в церкви, со справным посещением утренней службы, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным. Религии у меня теперь нет. Знаете, когда бывало, я и два моих брата среди церкви пели трио, да исправится молитва моя или же архангельский глаз, на нас все смотрели и умилялись, и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками». Представьте, да? Ведь как часто бывает, да, что вот о детях священника или о детях, которые в алтаре прислуживают, или вот о таких детях, которые заставляют без перерыва молиться, говорят, ой, как это умильно, как это прекрасно, а это чудовищно, это разрушает ребенка и вызывает у него ненависть ко всему церковному. В другом письме Чехов пишет, что нас драли. В третьем он пишет, что нас секли из-за религии. Представьте, секли из-за религии. То есть то, что должно давать свет, наполнение, желание жить, было для них постоянным угнетением, постоянным ужасом. Чехову всю жизнь снилось время от времени гимназия, снились невыученные уроки, снилась боязнь, что учитель его вызовет. Об этом он говорил. Но что ему снилось о его, скажем так, холодном доме детства, об этом он не говорил вообще никогда. Но время от времени замечал, что эти страшные сны повторяются. О раннем детстве Чехова известно очень мало. говорили, что он редко плакал, очень хорошо мог говорить отчетливо. Но то, что он редко плакал, скорее вызвано не тем, что вообще он был нечувствительным. Понятно, что писатель очень чувствительный человек. Нет, Чехов просто, ну скажем так, не чувствовал, что он может быть нужен, что его боль могут разделить. При этом его отец, он постоянно, скажем так, склонялся перед всеми власть имущими людьми. Все те, кто имели какие-то чины, для отца Чехова были абсолютно небожителями. И годы спустя Чехов писал старшему брату следующее. Отец улыбался покупателям и гостям даже тогда, когда его тошнило от швейцарского сыра. Отвечал он Покровскому, то есть Таганровскому протеерею, когда тот вовсе ни о чем не спрашивал. То есть, видите, вот его отец, он не просто был деспотом, но он еще был таким вот моральным уродом. Он постоянно унижался перед теми, кто его сильнее, или просто кто мог хотя бы что-то у него в этой лавке купить. И его брат Александр и Михаил тоже не забыли все эти унижения. И вот смотрите, что вспоминает брат Чехова Александр в письме к Михаилу. Медаль. Какую громадную роль она играла в нашей жизни? Мозга не было, а чистолюбие было громадное. Из-за медали и детство наше погибло. С давящей тоской я оглядываюсь на свое детство. Как теперь ясно и отчетливо помню, как после пения во дворце на Страстной чертог твой вижу спаси, отец вошел в алтарь и просил священника Николая Луценко исходатайствовать ему медаль за пение. Отец Николай, затычка за штатное и слепое беззащитное орудие в руках кафедрального священника Покровского был страшно смущен этой просьбой. Я, тогда гимназист шестого класса, не знал, куда деваться от стыда и негодования и выразил свое негодование тем, что на лестнице дал пинка Антону в бок. И тебе безобразно съездил по морде и при этом съездил подло, предательски сзади. Но согласись сам, чем же я иначе мог выразить свой протест против унизительных просьб отца о медали? Действительно, да, вот, когда мы видим эту ложную фарисейскую религиозность, то нормального человека тянет на хулиганство. Это правильно, это правильно. Так было даже у святых. Допустим, был такой святой Гаврилу Глебадзе, и он все время ходил в разные монастыри и устраивал там всякие шутки, всякие очень дикие, причем выходки устраивал, и даже говорил своим подругам, монахиням, что пойдем в такой-то монастырь и там им пошутим, чтобы им не повадно было, чтобы они там не зажирались. Почему? Да потому что всегда тянет на хулиганство, когда ты видишь эту ложность на святом месте и просто не можешь ее выдержать. Вот, а отец, наоборот, говорил, что все хорошо. Отец Чехова говорил, что вот, мол, от церковного пения детская грудь укрепляется, я, мол, сам с молодых лет пою, и слава Богу, здоров, и так далее, и так далее, и так далее. Причем этот отец Чехова, звали его Павел Егорович, он, правда, верил в то, что говорил. Он был убежден в том, что каждая пропетая детьми служба на клиросе приближает их к Богу, что все вот эти вот их клиросные спевки, что все их подъемы в 5 утра, они зачтутся им на том свете. И он говорил, что это и есть давать детям направление в жизни. Но на самом деле, на самом деле, конечно, это все просто отшатывало детей от всяческого, всяческой религии. Даже младший сын этого диспатичного отца, то есть Михаил, который был более к нему расположен, чем остальные, говорил, что отец был большим формалистом во всем, что касалось церковных служб, а поэтому мы, мальчики, не должны были пропускать ни одной службы в субботу, ни одной литургии в воскресенье. То есть представьте себе, вы знаете, что была и дочь у Павла Егоровича, то есть сестра Чехова, вот смотрите, что говорит дочь. Наш отец был ревностным исполнителем всех церковных служб, полагавшихся в праздничные дни, и заставлял всю семью присутствовать на них. Для нас, детей, это порой бывало нелегко. Нужно было рано вставать и долго стоять в церкви. При этом, когда они возвращались из храма, то этот диспатичный отец говорил всем выпить чая, а потом всех собирал еще и на домашнюю молитву. То есть представьте, да, они часа 4 просто отторчали, как столбы, ничего не понимая, чувствуя себя каторжниками. И тут их еще ставят нам такую же молитву, почитайте ему, правильца детки, почитайте его минут 40, вам же, да, зачтется на том свете. Вот, и это было, конечно, жутко, потому что он заставлял читать их не только правила утренние и вечерние, но еще и акафисты, и каноны, и все, что только угодно. Я считал, что это бесконечное вычитывание молитвослова приближает детей к Богу. Он искренне верил, что он так детей вразумляет, что он им доставляет радость в будущем веке. Но Чехов и все остальные, да, два брата и сестра, они всегда, когда возвращались к памяти об этим своим спевкам на клиросе, они их ненавидели, говорили, что чувствуют себя каторжанами. Вот смотрите, что пишет Чехов. Вообще, в так называемом религиозном воспитании не обходится дело без ширмочки, которая недоступна оку постороннего. За ширмочкой этой истязают, а по эту ее сторону все улыбаются и умиляются. Представьте, да, как это верно, как это правильно с точки зрения того, что мы вообще понимаем, знаем о, скажем так, церковном воспитании. Да, здесь вроде бы все нормально, но и все улыбаются, умиляются. Ах, какие детки, ах, какие замечательные, хорошенькие. А дети чувствуют, что им вообще не хочется жить и хочется скорее умереть. У Павла Егоровича был целый свод всяких таких правил, он их называл порядком. Говорил, что соглашаться всегда нужно с опытными старыми людьми. Ну, понятно, да, то есть настаивал на том, что беспрекословное послушание родителям. Кстати, помните, как говорил гениально по этому поводу Антоний Сурожский? Он говорил, что муж может требовать послушания от жены, только когда он не является образ Христа. Если он не похож на Христа, никто никаким послушанием ему не обязан. А святой Паисе Афонский говорил одному такому взорвавшемуся муженьку, что если у тебя нет любви, ты не заставишь слушаться даже кошку. Поэтому Павла Егоровича просто ненавидели. И все дети, жена это все терпела, потому что жены на Руси, к сожалению, очень терпеливые и могут до смерти терпеть издевательства. И есть прекрасные девушки, которые все это терпят. Вот, но это большая боль, конечно. Вот, но, к сожалению, вот так. Жена все это терпела. И Чехов говорил, что обыкновенную человеческую ласку он принимал как что-то непривычное, потому что это было для него в детстве то, что очень мало пережито. То есть у него не было никакого опыта ласки. Отцу не приходило в голову как-то обнять детей, сказать добрые слова, поддержать. Нет, это было непрекращающееся, такое чудовищное, давящее воспитание. Причем это же давящее воспитание происходило не только непосредственно в доме Чехова, но оно происходило и в гимназии. О матери Чехов говорил, что, цитирую, «Мать очень добрая, кроткая и разумная женщина. Ей я и мои братья обязаны многим». Но у нее была такая вот незлобивость, но и ей тоже, вот ее смирение нередко не хватало, чтобы покорно переносить все издевательства со стороны мужа, видеть, как он наказывает детей. Но обычно она просто тихо роптала, заступалась за сыновей, но, конечно, сила была неравна. И Чехов говорит в письме брату Александру следующее, «Я прошу тебя вспомнить, что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери». Представьте, да, как тяжело одному сыну говорить о своей маме такие вещи, да. То есть сколько лучших лет потеряно, да, девушке 20, 30, 40, 50, а она все время с моральным уродом, без перерыва. И, конечно, это совершенно чудовищно. Смотрите, что еще Чехов говорит по этому поводу. «Мне, например, всегда при ощущении холода снится один благообразный ученый протеерей, оскорбивший мою мать, когда я был мальчиком. Снятся злые, неумолимые, интригующие, злорадно улыбающиеся, пошлые люди, каких наяву я почти никогда не вижу». Что это за протеерей? Это еще одно свидетельство того, что синодальная эпоха была чудовищна, и что не только, скажем так, поведение отца Чехова считалось абсолютной нормой, но и священники вели себя точно так же, и точно так же друг с другом грызлись, точно так же друг друга ненавидели, и точно так же друг друга обижали. Был такой в Таганроге священник, Федор Покровский, если вы поднимите архивы Таганрога, которые есть в интернете, в доступе открытом, вы увидите, что о нем пишут, как об очень уважаемом, прекрасном пастыре, и так далее, и так далее. Ну и вот Чехов говорит, что этот человек свою нелюбовь к отцу Чехова перенес на сыновей. Цитирую, Покровский в разговоре с нашей матерью в присутствии нашим сказал, из ваших детей, Евгения Яковлевна, не выйдет ровно ничего, разве только из старшего Александра. Представляете, да, то есть священник говорит, что Чехов это ничтожество, это урод, и с него ничего не выйдет. И Чехов должен это все молча слушать. И, конечно, Чехов это так не оставил, и позднее он все время писал своему брату едкие такие письма с вопросом, как там поживает Поп Покровский, не поступил ли еще в гусары. Почему именно в гусары? Дело в том, что этот Поп Покровский, он был настоящий менеджер. Вы знаете все таких священников-менеджеров, обычно это столичный тип, но и в заштатных городах такие бывают. То есть был он человек такой видный, славился красивой внешностью, был у него превосходный баритон, и очевидное несоответствие с выбранным духовным званием. Поэтому скорее действительно он был гусаром и в отношении к девушкам, и в отношении вообще к жизни, и по какой-то ошибке, таких ошибок почти все священство в РПЦ, он стал священником, и издевался над Чеховым, издевался над его мамой. Почему он не издевался над его отцом? Ну потому что, наверное, боялся, что тот даст ему сдачи, хотя, конечно, отец Чехова сам был человеком раболепным по отношению ко всем, кого он боялся. И все это, виденное Чеховым, привело к тому, что чисто психологические, а не духовные законы, сыграли свою роль. И Чехов полностью отказался от посещения храмов. Почему? Не потому что он не верил, наоборот, более поздние рассказы Чехова и некоторые факты из его биографии говорят о том, что он верил в Бога, но он не мог просто психологически прийти в храм, потому что его отец сделал из храма и из семьи одно непрекращающееся насилие. Думаю, по этому поводу Чехов так долго не хотел заводить семью, довольствиясь только случайными связями с женщинами легкого поведения, потому что семья для него была тоже одной из разновидностей ада, как и церковь. А Наталья Трауберг говорила, что и семья, и церковь это окна в рай. Но если эти окна развернуты не в ту сторону, то из них одна чернота ползет. И вот для Чехова так все и было. Для Чехова из этих окон, которые должны были быть направлены в рай, то есть из семьи и храма, ползла одна чернота. И по этой причине он не ходил в храм. И причина эта, как видите, была психологического, а не духовного характера. Но Чехов не мог ее пережить, просто потому, что это была слишком большая травма. И повторюсь, я знаю подобных людей, подобных Чехов, ну не таких по таланту, но таких по ситуации, которые воспитывались родителями 90-х годов, воспитывались родителями, которые не понимали детей, которые их только угнетали. и эти родители довели их до того, что эти дети, которые уже сами родители детей, вот, и этим родителям уже по 30-40 лет, а они в храм не ходят никогда или почти никогда. Именно по той же причине, что и Чехов. Это то, дорогие, что хотел им сегодня рассказать. Субтитры создавал DimaTorzok